Берега Буга Берега Буга Берега Буга Берега Буга Не было болельщиков, не было такой атмосферы всей этой, и отель покидать тоже нельзя было, поэтому не удалось ничего увидеть, кроме отеля и зала. Но все равно, тем не менее. Семьи сетки Мацкевич уже играли в субботу в первом матче 2021 года против Гомеля. А вот Вайлупов, Юринок, Пешич и Скубе получили передышку. Вне состава по-прежнему находятся два левых полусредних – Дмитрий Санталов и Александр Шкуринский. У обоих повреждения голеностопа, и оба работают по индивидуальной программе. К сожалению, с Флендсбургом они не сыграют. Санталов вернется в общую группу примерно через неделю, Шкуринский – через 2-3. Восстановление проходит, ну, так скажем, по плану, наверное. Сколько еще восстанавливаться, не могу сказать, потому что все зависит от того, не знаю, как связка срослась, еще будем смотреть. И пока что тренируюсь индивидуально с Сергеем, вот, дает мне упражнения уже немного и на ногу, на больную. Время покажет, пока точно не могу сказать, сколько еще восстанавливаться. Шкуринский и Санталов – классные игроки, которые очень важны в нашей системе. Конечно, их отсутствие – это вызов. Но мы команда, значит, другие должны проявить себя, сыграть не только за себя, но и за травмированных. На этой позиции могут выйти Абранович и Малус. Мы наигрываем кое-какие комбинации под них. Даже не в оптимальном составе БГК уверенно обыграл Гомель, 29-15. После этого матча Мешков-Брест вплотную приблизился к большому юбилею. 30 тысяч голов в истории клуба. Чтобы перешагнуть этот рубеж, надо 26 раз поразить ворота Фленсбурга. Руль Алонца попытался предположить, кто забросит юбилейный мяч. Если это будет 7-метровый, то могу и я выйти бросить. Правда, не уверен, разрешат ли. А еще забавно, если 30-тысячный гол будет на счету кого-то из вратарей. Но вообще главное, чтобы мы забросили на один мяч больше, чем Фленсбург. У Фленсбурга точно не сыграет Йоханнес Гола, который попал на карантин из-за положительного теста на коронавирус после возвращения из Египта. Вообще на чемпионат мира ездили сразу 9 представителей немецкой команды. 5 из них, 3 датчанина и 2 шведа, добрались до финала и еще в воскресенье боролись за золото. Пока неизвестно, возьмут ли их в Брест. И если да, то в какой форме будут эти парни. Многие думают, что у БГК неплохие шансы, потому что мы свежее соперника. Но не забывайте, Фленсбург – команда мирового класса, сражаться с которой невероятно трудно. У нас получилось навязать борьбу в гостях. Сыграли там в ничью. Уверен, Майк Махула захочет вернуть должок. Надо также надежно сработать в обороне, тогда сможем рассчитывать на очки. А вообще, нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов добавил нам уверенности. Показал, что можем побеждать любого. Разумеется, БГК нацеливается на 2 очка. Наш клуб почти год не проигрывает на домашней арене. Последнее поражение случилось в конце февраля 2020-го. И с тех пор 16 матчей, 16 побед. Приходите в четверг в Викторию и помогите мешковцам продлить успешную серию. Вместе победим! Субтитры сделал DimaTorzok